Вон он, наш дом. Заходите. Красивый камушек. Я пошла. И они погибают. Тебе это особая микровибрация. Это за нами. Алоха, с вами Алексей Звезда Переполоха и сегодня будет очень насыщенный влог из горного Алтая. Во-первых, мы, так сказать, переехали из Белокурихи в село Черемшанка на базу Алтай-Лэнд. Сегодня я вам ее покажу. Покажу дом, в котором мы жили. Также мы посетим пасеку, водопад. Сходим на сплав. Сегодня вы все увидите. Погнали! А вот и наша база отдыха Алтай-Лэнд. Мангальная зона, так скажем. Беседка. Вон он, наш дом. Сейчас я вам его покажу. Поднимаемся на второй этаж. Заходите. Наша кровать. Тумбочка, светильник. Какой интересный элемент интерьера. Стулья. Так, у нас два балкона, две комнаты было. Вот. Так, здесь вот такие чайник и чашечки. В таком, знаете, японском стиле. Стулья. И вот такой вид с этого балкона на лес. Вторая комната. По мебели. Здесь все то же самое. Просто шикарнейший вид с балкона. Супер. Еще бы речку было бы видно. Вообще бы обалденно было. Но я думаю, так очень красиво. Еще на территории есть вот такой бассейн с газончиком и лежаки. В этом поселке находится наша база отдыха, которая называется Алтайленд. Кажется, ну что здесь необычного? Горный Алтай. Понятно, гора, дома, поселок. Но вы только посмотрите, мы поворачиваемся. Это река Катунь. Катунь, да. Вы бы знали, какой здесь красивый песок. Честное слово. Он так блестит, как будто бы в нем какие-то мелкие стеклышки. Это безумно красиво выглядит. Выдвигались уже идти к дому. Смотрите, какой я нашла красивый камушек. Первым делом мы решили съездить на пасеку, которая называется медом буха. Она находится в районе Бирюзовой Катуни. Как только вы туда приезжаете, вам сразу же предлагают бесплатную экскурсию по пасеке. В конце можно попробовать медовуху. Также там в продаже есть мед, медовуха, разные чаи. Всякие разные косметические средства на основе натуральных ингредиентов. Например, гены для умывания, бальзамы для губ и так далее. Мы приехали на пасеку, которая находится в горах. Сейчас я вам все покажу. Там еще есть экскурсия. Я пошла. Пчелки так же, как и люди, нуждаются в селях и минералах. Чтобы они слишком далеко от пасеки не улетали, лишний раз не стирали свои крышки, поилку им построили прямо здесь. Вода оттуда постепенно стекает вниз и впитывается в опилки. Опилки дольше сохраняют влагу. Если кто-то хочет, можно подойти погладить пчелку. Пальчиком аккуратно берете, выбираете ту, которая пьет, и по холочке ее гладите. На каждом этаже отдельная пчелосемья. Это около 10-15 тысяч пчел. В каждой пчелосемье самая главная пчелка – это матка. Она живет дольше всех 5-7 лет. Ее главная задача – сеять раствор. В сутки она откладывает до 2,5 тысяч яиц. Кроме нее здесь также есть трут. Не трутни, а подотворяют матку и поддерживают температуру в улике до 36 градусов. Это самая оптимальная температура для расхода. Трутни живут всего сезона, это 2-3 месяца. Ближе к зиме пчелки их выгоняют, обламывают им крышки, и они погибают. Так происходит, потому что они слишком много едят зимой и ничего не делают. Пчелкам просто невыгодно их содержать. Рабочие пчелки летают за нектаром, за пыльцой, обязательно охраняют улика, тосы, шершни, поддерживают чистоту в нем и помогают матке с расплодом. Рабочие пчелки живут меньше всего, около месяца. Из-за интенсивной работы у них стираются крылышки, сельцы, и они довольно быстро погибают. Если вдруг их стало слишком много в одном улике, начинается процесс рождения. Они выбирают себе новую матку, новая матка начинает кормить личинок. Старая матка забирает себе примерно 40% рабочих пчел и улетает на новое место. Это может быть дупло дерева, либо расщелин из скалов. У нас на пасеке они обычно селятся на деревьях, затем их собирают один улик и подседают пчелку. Это рой с дикими пчелами. Если вы присмотритесь, то увидите два вида сот. Одни светлые, другие темные. Соты находятся сверху. Светлые соты пчелки делают из воска самостоятельно. Темные они обрабатывают прополисом. Прополис это вещество, которое они собирают с деревьев и с почек. Это натуральный антисептик. Им они обрабатывают со стенки, соты и мелкие дырочки. Если сюда вдруг забежит мышка, они ее ужалят, но вынести отсюда не смогут, потому что она намного больше пчелок. Вместо этого они ее обработают прополисом, и она начнет мумизироваться, но не разлагаться. Таким образом поддерживается температура в улике, сюда не проникают бактерии и вирусы. Мелкие капельки, которые вы видите на стенках, возникают из-за разницы температур. Там они, соответственно, выше. Залетают они через литок, который находится на крыше этого домика. Они туда залетают и вылетают. На зимовку мы этих пчелок не уносим. Они всегда остаются здесь. У них своя микросистема, поэтому они справляются сами. Мед у них тоже никто не забирает, они его сами съедают. Пасечники дополнительно следят, чтобы зимой у них все было хорошо. Если присмотреться, сейчас пчелки убираются. Одна пчелка может тащить другую. Внизу лежат мертвые пчелки. Те, которые мы видим, вот летают здесь, это рабочие пчелки. Они поднимают этих умерших и выносят из улика. Просто выбрасывают их. Таким образом убираются. Обратите внимание на соты. Все они в форме шестиграника. Это неспроста. Шестиграник вмещает в себе больше пространства и сам занимает мало места. Также он прекрасно передает микровибрации, с помощью которых пчелки общаются. Например, пчелка-развечица летит на поле и находит там хороший нектар. Чтобы всем остальным своей семье передать это, она возвращается сюда и издает особые микровибрации. Таким образом все остальные понимают, куда нужно в следующий раз лететь за нектаром. Постепенно из тоненьких пластинок пчелки достраивают вот такие полноценные соты. Здесь меда намного больше, чем здесь, например. Но это они делают самостоятельно. За нектаром они летают примерно 3-5 раз в день. Собирают его в свой хоботочек. Затем возвращаются сюда и аккуратно все раскладывают по сотам. Этим они сейчас и занимаются. Мы как раз за этим наблюдаем. Ночью они собираются и выпаривают из нектара лишнюю влагу. Таким образом получается мед, который мы с вами едим. Пыльцо они переносят на своих макнатых лапах. Также складывают в соты. Пергу, которую мы будем пробовать в магазине. Я про нее еще буду рассказывать. Пчелки делают из нектара и пыльцы. Нектар и пыльцо они складывают в соту, затем ее закупоривают. Вы можете увидеть закупоренные соты вот здесь. Вот здесь хорошо их видно. То, что там находится, начинает консервироваться и твердеться. Таким образом получается пергаперку. Они заготавливают на зиму, чтобы есть. В эти домики специально встроены улики. Единственное отверстие, через которое пчелка может залететь, называется литок. Вот он находится здесь. Все остальные отверстия внутри герметично заклеены, поэтому пчелки внутрь домика не проникают. Если обратить внимание на улики, которые там стоят, сверху сплошная крышка. Здесь вместо этой крышки сетка, через нее они также не могут залететь внутрь, но при этом все полезные ароматы из улика проникают в домик. Микроволны, с помощью которых они общаются, успокаивают нашу нервную систему и помогают расслабиться. 30 минут сна на пчелах заменяют трехчасовой обычный соль. Это пыльца, она улучшает душевную и физическую деятельность органично. Это тоже можно попробовать. Это пергана, повышает гемоплобин, снижает уровень холестерина в крови. Масло-мазковой крем жевица увлажняет, питает кожу, помогает при раздражениях укусов. Гель-бит помогает при болях мышцах и суставах. Давайте обратимся сюда. Чилиный подмор внутрь употребляют при заболеваниях мочеполовой системы, как наружное средство использует против боли мышцах и суставов, также помогает при варикозном расширении вен. Масковая моль противовирусное средство, которое улучшает кровообращение. Прополис противопростудное средство помогает при язвах и гастритах. Здесь у нас косметическая продукция, вы сами можете ознакомиться, и травяные чаи. Травяные чаи также представлены здесь, можно открыть упаковочку, попробовать аромат. Далее стоит мед, подходите, дегустируйте. Смотрите, какая тут пчела офигенная, стоит огромная. В таких деревянных слотах написана информация о пчелках. Вот, я сейчас вам засниму, можете остановить видео и прочитать, кому интересно. После пасеки мы поехали в Манжурок на кресельный подъемник. Я вам сейчас прикреплю фотографию из интернета, как он выглядит, потому что мы в этом году на нем не катались, и я так его и не засняла. А мы сейчас в Манжурке, вы посмотрите, вот такие здесь красивые дома, куча народу, магазинчики, всякое кафе, мороженое. И там самое главное, это подъемник. Здесь идет стройка полным ходом. Это разные фигуры. Вот здесь котики. О, недолгая ложка есть. Смотрите, это мед со смородиной, с черника. Просто, выгул коров запрещен. Рядом с базой Алтайленд находится Черемшанский водопад, который мы, конечно же, решили посетить. Также рядом с базой находится Катунь. Вечером мы туда пошли, и я вам засняла закат. Самое крутое в этом видео, это сплав. Это за нами, это мы едем на сплав. Сейчас все покажу. Весла. Да мне за вас страшно. Лодка наша. Ну что, братва, давайте вы хотя бы жилеты оденете, да? Жилетки, каркасочки. Все, нарядились. Сейчас пойдем заплыв. Вот это нормально, все нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Отдыхаем? Отдыхаем. Левый назад, левый назад, правый вперед, оба вперед. Теперь быстренько рассказываю, как же проходит сплав. Вас привозят на место, вместе уже с лодкой, со всей экипировкой. Гидрокостюм и куртку можно одевать по желанию, но так как день был прохладный, вода очень холодная, мы решили все-таки их надеть. Также всем без исключения надевают жилеты и каски. Выдают весла. Кто без весел садится посередине, кто с веслами садится по краям. Если вы будете когда-нибудь в Горном Алтае, то обязательно попробуйте это. Это правда очень весело и классно. Кстати, меня очень много раз уже просили снять ролик 24 часа босиком, либо прогулка босиком. Так вот, да, наконец-то я и сняла. Это видео выйдет уже очень скоро. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!